Ну удар в конце, да. В итоге что получается? Импульс находится на кончике, не на локте, не здесь, да? То же самое с поворотом шеи и головы человека. Мы представляем, что у него продолжаются некоторые векторы от макушки, да? Как меч самурая. И мы движение делаем по вот такой вот спирали. Понимаете? Это вот нельзя объяснить, что это просто диагональ. Это не диагональ, это именно вот такая спираль. По диагональмической спирали. Я вам говорю, вы будете получать у меня больше, чем 100% знаний. То есть мы берем упор в плечо, он вам такой прикрепил своим телом, да? А голову я кручу вот туда. То есть вот так вот. Если хотите, можете попробовать прямо сейчас что-то подобное сделать. Хруст здесь не обязательно, но если хотите, я могу. Будем делать. То есть можно добавить специальное движение пальцами. Возьмете уже. Вот еще. Вот видите, мы уже с этой стороны прохрустели и раскрепостили вот эти вот сухожилия, которые привязаны к нашему косточку. Козвоночник. Мы их отодрали. Это не позвонки хрустят. И это не вправление грыжа, как многие говорят. Это совершенно другая процедура. Можно делать, конечно, гораздо быстрее. Ой, теперь расслабляйтесь. А после этого уголовное окружение там или что-нибудь так возникает? Да. Возникает, особенно тех, у кого были закупорки, забиты сосуды, забиты каналы. И энергетические, и... А, ну, только с энергетикой связаны, да? Идет мгновенное наполнение мозга и кровью, и кислородом. Кислород обменения, так называемый. Человек просто дуреет вот такое. И иногда отключается, в обморок падает. Это не страшно. Это буквально 5 секунд я вас к этому готовлю, чтобы вы не боялись. Потому что идет перенасыщение мозга информацией. Вы представляете, сколько тут было блоков? А знаете, сколько мозг получает информации, или должен получать, он так устроен? О, каждый клетчик организма. Вы даже не представляете. Это недавно открыли, когда, ну, эзотерикой же все увлекаются, наверное, знаете, чакры там, да, вот, всякое такое. Это же против науки идет классической. И только 15 лет назад они открыли, что оказывается, есть такие тончайшие нервные волоски, электромагнитные даже волоски в теле человека, в 100 раз тоньше нашего обычного волоса, где на узловых моментах у них получаются энергетические такие сгустки. И они как раз анатомически совпадают с теми самыми чакрами, про которые обычно рассказывают вот тут. Ну, словно название, это просто условное название. Ну, чакры, да, это условное название. Причем, у них там, как бы, в русской традиции одни, в индийской другие, в китайской еще там какие-то, в вельхамской там еще. Их, на самом деле, очень много. Их не семь, как обычно там трактуются везде, да. Так вот, по ним энергия не проходит. То есть, человек напрямую с космосом не связан. Я просто очень коротко, быстренько рассказываю. И, соответственно, он недополучает количественной информации. А вот эти вот волоски, про которые я говорю, они идут, вот представьте, от мозга до каждой клеточки, до каждого органа нашего организма. Электромагнитные туда посылают и обратно. И это происходит ежесекундно, даже в какие-то доли секунды информации о всем организме. Сколько у нас клеток? Там не то, что триллионы, там биллионы какие-то, да, количество. И мозг наш контролирует, каждый из них контролирует, как туда вошла молекула воды, внесла определенные микроэлементы, вытащила оттуда, как эта клетка развивается, есть в ней вирусы больная, она не больная. У нас только вирусов в организме около миллиона. Представляете, как это все контролировать надо? И вот если эти все волоски посчитали соединить, вот на каждом 1, да, то расстояние, знаете, какое получится? Никогда не угадаете. Ну, предположите хотя бы. Расстояние получится 300 раз от Земли до Солнца и обратно. Представляете? Если солнечный луч со скоростью света, это 300 км в час, идет от Солнца до Земли, сколько он идет? 8 дней. Помните физику? 8 дней только свет идет. Поэтому ученые говорят, мудрецы, что быстрее всего в мире. Что-то там, скорость света. Нет, скорость мысли. Представляете, сколько раз организм ежесекундно то же самое расстояние проделывает, проверяет. И поэтому, если у него есть энергетические закупорки, он недополучает эту информацию. Если у него есть физические закупорки, там, спазмы, миозиты и так далее, он опять же недополучает какую-то информацию. Он блокирует эту руку, она у него отмирает. Она у него анимевшая или еще какая-то, понимаете, мозг отключает. Он недополучает эту информацию. И когда мы все это отпускаем, все это освобождаем, то получается, что мозг просто зашкаливает. Он как компьютер, понимаете, от перегруза такой. и отключился потом, конечно, приходит в себя все-таки это не компьютер это гораздо более совершенная система вот, позвоночник Атлант мы поставили на место расслабься, расслабься не страшно, да? уже ничего не страшно ничего не делаю сама руками просто вот они висят и висят спокойно висят, висят выдохнули и расслабься мне тут прекрасно слышно там, не знаю, все слышно, да? давай левую коленку вверх выше, выше да, для симметрии я делаю другую сторону главное, видите? она не испугалась нет, сама ничего не делай ничего не подавай ничего не делай можно вообще вот маневрировать когда вы что-то обладаете чем-то да, вы можете делать это и одной рукой и поднимаю ногу правую включайте танго так, сейчас поднимем тапчики понимаете? о чем я говорю? умения происходят с практикой не важно давайте помните еще пока можно стройку на себе как-то строить? что сделать? можно стройку, как бы там себе? нет, на себе да так, вопрос, у меня, допустим нет только силы, сколько у вас а мужчины такие есть, что делать? просто да, некоторые там... силе? сделать силе, лежа, да в этих случаях так, как можно ну, а как бы по безопасности? с его весом, с его телом никак, нет однозначного ответа понимаете? только вы подбираете для себя вот мы и сегодня делали вот, чувствуешь, как устроена без головы? ага теперь, если мы делаем опорку какой-то антритный позвонок мы можем не, плюс расслаблено не, плюс расслаблено и вот просто подбираете вот, пока я не делал, честно говоря, у меня тоже там прохрустило как раз себе его просто кое-что вставил ну, он себе в одну сторону хрустнул, а в другую нет да? у меня смещение, да у тебя отлант смещение? ну, раньше было, да сейчас я даром распроявлял потому что у меня передавление постоянно делало а, с его стороны передавление, да? ну, слабо это смещение оно есть, да опять же, методами пальцев вы точно никогда ничего не скажете я тоже тебе не гарантирую, что я там что-то проверил, да? это просто предположение конечно, нужно к специалисту приходить с рентгеном а еще лучше с МРТ диаграммом вот ну, давай тебе немножко тоже его поставим клади голову на руку мою вот смотрите, а если бы я был ниже роста? вот такой, я бы вот так взял слышали? а если я драматный специалист не оценивался на звук я могу посадить на стул способов вообще невероятного количества даже не представляете сколько можно вот такого оплатить вот это был атлант, понятно? человек не дождался ушел вы все попали если вы меня слушаете сейчас я вас на полном учу чтобы не в одной школе не научитесь я не слишком много училась достаточно? нет, даже голова захружилась вот видите, о чем я и говорил пошла информация пошла информация, да я даю всегда больше, чем вообще знания сами себе представляют написано, например, видео или аудио или видео понимаете, вы получаете энергетическую связь со мной у меня руки магические я даже вот ну так же, как вы видите бесконтактный массаж что я хотела сказать тебе это я говорю к тому, что это ваш выбор как вы получаете знания из этого мира есть некоторые координаты такие, которые упрощенно я называю быть, делать, иметь слышали про такое? может, это Бунн и Кутренко, да? там часто такое говорят, но не договаривались вам уже повезло, потому что я скажу больше обычно человек думает вот, я буду сначала что-то иметь тогда я стану кем-то, ну быть и тогда я буду что-то там делать в своей жизни и он думает так, ну например, я хочу стать бизнесменом мне нужен для этого начальный капитал вот когда я его буду иметь тогда у меня будет свой собственный бизнес и тогда я буду а, буду проводить окна понимаете? и как он действует в итоге? да, он может быть сделал этот кредит может еще что-то нанял чего? потом квартиру продал да, да, да какой-то секретаршу там нанял офис снял кожаная мебель везде вот с этого начинается, понимаете? но некоторые думают хорошо, эта система неправильна давайте действовать по-другому например я сначала буду делать тогда я буду что-то иметь или быть, давайте быть ну и так, и так можно по всякому любому и тогда я буду иметь что-то в жизни ну и как вот так вот наше классическое образование на этом на этом и акцентируется то есть сначала ему говорят иди на производство будь подмастерьем действуй делай, делай до мастера ты растешь там квалификацию получишь потом специальность потом еще что-то еще что-то и тогда он думает ага, а вот когда я стану например там руководителем отдела я буду иметь там такую же оплату туда-то ездить какие-то цупки буду ходить и человек как-то для себя строит место такое, да? а в итоге проходит 40 лет он попадает на пенсию и в итоге у него это иметь откладывается, откладывается, откладывается вообще на неопределенный срок и он попадает вообще в кабалу представьте, какую я вам формулу такую придумал когда 40 делим на 40 и получаем минус 40 это имеется ввиду 40 лет работы по 40 часов в неделю и получаем на 40 процентов меньше ну, пенсию, грубо говоря чем тот про личный минимум когда мы когда-то были когда делали что-то в жизни, да? ну, это же не логично это же, наверное, несправедливо, да? несправедливо несправедливо? ну, согласен к этому идти несправедливо же, да? тогда человек думает а давай я сначала буду быть кем-то, да? ну, например, я стану там, профессором потом я буду что-то делать ну, например, буду преподавать, да? вот, стану там, трем допустим, да? потом я буду иметь тогда что-то в жизни какие-то дивиденды что надо иметь, да? ну, там, финансовое внимание ну, для того что какой-то славы там, что квартиры какая-то жизнь, да? здоровье ну, как правило, потом все делает он уже здоровье теряет на этом этапе а более того в этой системе не хватает еще одного секретного элемента отгадайте, какого? все про него знаете но я вам подскажу не хватает буквы З знать нам общество так говорит иди учись, станешь профессором иди учись попадешь на хорошую должность на работе, да? знание силы, нам говорят там, и так далее и в итоге это все выливается в некоторый обман самообман потому что человек вязнет в этом знании ну, куда его тут поставить например спереди, сзади ну, чтобы быть обычно ставить знать вот здесь, да? чтобы стать профессором тебе надо прочитать сколько-то книжек сколько-то 9-ти прослушать тебе все это дают, дают, дают пичкают, пичкают человек вроде знает, знает, знает а в итоге он ничего не знает это самообман большое знание это бессилье все вот эти учебники где знание силы надо зачеркнуть это все неправильно это социум нам это навязывает вам не надо столько знать два дня я где-то обучился я знаю больше, чем любой тренер, который преподает понимаете связь с пророком? с чем? связь с пророком? нет, у меня прямой связи нет с пророком ну, да, кое-что ко мне приходит просто суть то есть иногда не надо знать надо просто применять и получать из жизни а в этой системе человек начинает знать знать, знать, знать и загоняет себя вот такой спиралью вниз понимаете он уже не решается кем-то быть а тем более делать понимаете у него получается философствование что он кто-то есть все профессуры в институтах вы спросите там в институте экономики а сколько ты зарабатываешь? ты же экономикой продаешь про деньги говорят, все знаешь он зарабатывает меньше, чем студенты понимаете это вообще логично это укладывается в его знания в эту систему а человек получается где мне один тибетский монахт сказал что у каждого есть предназначение в жизни если пить свои 100 пельменей в общем 100 пельменей о чем а вот именно об этом о том, что все знают, как лепить пельмени кто-нибудь думает, что это сложно никто не думает, что сложно это элементарно что там тесто намесил закрутил мясо но у вас пока вы нести пяти в сто у вас они будут то комками то пересоленные то разваливаться то кривые то такого размера то такого вы никогда не попадете в то, что такой тренер уже слышали потому что человек он за этими знаниями предполагает мнимо кем он есть в итоге такой человек он, например, интересуется кулинарией да? вот я сегодня не похож на пол давайте возьмем эту тему он все прочитал про всякие блюда он очень любит кулинарное шоу смотреть он очень любит все, знаете, из книжек такие пластинные дорогущие книги покупает ему кажется, что он все знает но он себе, блин яичницы сам не делает а если попросить его плохо сделать у него будет ступор между вот этими даже вот делать как он все делает потому что он возомнил что он гуру все знает а опыта нету да и что получается в итоге у него плов опять то пересоленный то еще какой-то он все знает вроде и про помидоры какие там брать какой плов готовить аджарский китайский узбекский и так далее а в итоге он будет делать у него не получится и он боится этой ошибки вот чего боятся люди понимаете они боятся оступиться потерять но по-любому страх присутствует люди как бы они пельмени будем бороться с вашим страхом отдельно у меня просто идем нужно как бы да это 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 вот я